В эфире телеканал Ананты Новости Дагестан. С последними наиболее значимыми событиями вас ознакомят мои коллеги и я, Белла Ахмедова. Здравствуйте! И вот о чем сегодня мы вам расскажем. Света нет, но вы держитесь. В Дагестане ситуация с электроснабжением по-прежнему остается сложной. Об этом через минуту. Желание заработать, забыться от проблем и прокормить детей. О разбитых мечтах и сломленных жизнях, барыг и зависимых расскажем в сюжете. Готовь сани летом. В Махачкале идет организация подготовки к отопительному сезону. Как? Смотрите выпуски. Врачи и швеи могут быть лучшими не только в своей профессии. В Махачкале подвели итоги первого в истории чемпионата и первенства Дагестана по прибрежной гребле. А свет все так же гаснет. В Дагестане ситуация с электроснабжением по-прежнему остается сложной. Руководитель УФАС по региону Каир Бабаев заявил, что несмотря на поддержку федерального центра, улучшений в энергетике не наблюдается. Часто и продолжительное отключение света, отказов в подключении новых абонентов – это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются жители региона. За нарушение УФАС наложила на энергетические компании штрафы на общую сумму 25 миллионов рублей. Из них 21 миллион на Россети Северный Кавказ. По словам Бабаева, хоть Дагестану и обещали поддержку почти в 12 миллиардов рублей для наведения порядка в электросетевом комплексе, но пока они найдут свое применение, улучшений будут расслеждать не приходится. В Дагестане прошла масштабная проверка мотоциклистов. Сотрудники ГИБДД в ходе мероприятия особое внимание уделяли безопасности на дорогах. Владельцев двухколесного транспорта проверяли на наличие необходимых документов, в том числе водительских прав соответствующей категории. В итоге за два дня 17 мотоциклов из 120 были отправлены на специальную стоянку за выявленные нарушения. Всего было составлено 29 административных материалов. Дорожные инспекторы напоминают в соблюдении ГИБДД залог безопасности на дорогах. Свернуть с пути в никуда. В последнее время участились случаи, когда количество женщин, воплеченных в наркоторговлю, стремительно растет. В основном это молодые девушки и матери-одиночки, которые, пытаясь решить свои финансовые проблемы, оказываются на преступном пути. О причинах и последствиях такого выбора расскажет моя коллега Тамара Сомедова. Ей слово. У меня всегда был страх, что меня заметят. Так и произошло. Хотела отвлечь мысли от рутинах забот и заработать денег. Так многие оправдывают наличие в их жизни наркотиков. К ним зачастую молодых девушек и женщин приводят сложные жизненные обстоятельства. Многие из тех, кто начинает употреблять, апеллируют это тем, что пытались справиться с психологическими травмами или поддались влиянию плохой компании. Со временем зависимость становится настолько сильная, что люди начинают распространять наркотики, чтобы обеспечить себе дозу или заработать. Но отказаться от пагубной привычки и вернуть в жизнь прежнее нормальное русло становится крайне сложно. У нас есть какое-то представление, да, у обывателя, что наркотики употребляют только богатые люди. Это не совсем правда. Наркотики употребляют все. И очень бедные, и очень богатые. Я здесь видела человека, который закончил Оксфорд. Он читал на английском языке экономические журналы. Большой тюремный срок они зарабатывают быстрее, чем безбедную жизнь, о которой мечтали. В их судьбах до связи с наркоторговлей часто присутствуют жизненные и материальные трудности. Словом, проблемы, которые они хотели решить. Но итог – разбитая жизнь. Я училась на последнем курсе юридического факультета. И все мои подруги и знакомые уже с первого курса имели крутые телефоны, ноутбуки. А у некоторых даже были машины. В какой-то момент мой старый телефон начал меня раздражать. И я решила, что мне срочно надо заработать деньги. Однажды я наткнулась на объявление о работе, в котором говорилось, что нужно просто доставить пакетики по разным адресам. Сначала я не знала, что в них, но вскоре разобралась и начала цепать понемногу для себя, чтобы продавать в розницу. За это время я смогла купить себе планшет. Когда я в очередной раз продала дозу клиенту, меня поймали сотрудники полиции. Жалели я о своем поступке. Да, эти несколько месяцев работы лишили меня всего. Учебы, работы, возможности выйти замуж и иметь детей. Ведь когда я выйду из тюрьмы, мне будет 45 лет. Для кого-то сложные жизненные ситуации становятся причиной подсесть на наркоторговлю и начать употреблять. А кто-то пытается заглушить детскую травму. Из 10 девочек, с которыми я общалась, которые лежали в наркологии, у 7-8 было ужасное прошлое, что они пережили такие травмирующие события в виде изнасилования самыми близкими людьми. И тогда вот это доверие многих девочек, оно просто теряется. Девочки, которые к нам поступают, это дети, девочки, чьи папы страдают наркоманией, которые лечились у нас в отделении, и на дому где-то лечились, и девочки алкоголиков, то есть людей, которые злоупотребляют спиртными наркотиками. Во многих случаях наркозависимые, начав употреблять, становятся закладчиками автоматически. В обществе у определенных людей сложилось мнение, что многие скрывают свою преступную деятельность за хиджабом. Однако это суждение не имеет под собой никаких оснований, так как за распространение наркотиков привлекали к ответственности девушек из разных социальных слоев. В последнее время много внимания уделяется вот этим вопросам, связанным с внешним видом мусульманки, и затрагивают и этот вопрос. Якобы девушки в хиджабах являются закладчицами. Да, мы это видим, но это не означает, что этим занимаются именно девочки в хиджабах. А когда они осознают, к чему это привело, и пытаются сбежать от своей новой жизни, зачастую находят усишение в религии. Они просто находят в себе силы бороться против этих наркотиков. То есть каждый день у них идет борьба. Были девочки, которые начали совершать намаз, были девочки, которые говорили, да, я поняла, что Всевышний меня простит, что Всевышний меня любит. Само мое присутствие здесь, говорит эта девочка, то есть в реабилитационном центре, это говорит уже о знак того, что Всевышний меня любит. Родители должны быть особенно внимательны к своим детям, начиная со школьного возраста, чтобы не пропустить первые признаки опасного поведения. А у тех, кто уже приступил через закон, всегда есть шанс вовремя остановиться и избежать трагических последствий. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Махачкала готовится к зиме. Специалисты Управления муниципального жилищного контроля проводят проверку систем отопления в многоквартирных домах. В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов активно ведутся работы по промывке и обрессовке систем отопления. Специалисты выезжают на объекты, чтобы убедиться в готовности к зиме и обеспечить комфортные условия для жителей города. Именно это поколение сможет обеспечить нам светлое будущее. В Махачкале состоялось торжественное закрытие летних курсов для детей по изучению основ ислама. Праздничное мероприятие прошло в Доме дружбы. Поздравить юных участников и их родителей с окончанием учебы пришли представители власти и духовенства. Подробнее в сюжете Абдулла Алиева. Три месяца занятий позади. Для этих детей лето не пролетело попросту. Они получили самое ценное – знание о своей религии. Проекту летней курсы уделяется особое внимание муфтятам Дагестана. Ведь он направлен на привитие детям традиционных знаний об исламе и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Я думаю, этот зал таким прекрасным еще не был. Столько хороших детей отучились, родители. Вы знаете, вот подобные летние курсы, если взять нашу страну, разные республики, округа, регионы, вот в таком формате нигде не проводится, чтобы так красиво все было расписано. Каждый из этих детей принесет пользу обществу, ведь в них уже заложены истинные религиозные принципы, отмечают организаторы. Все лето их обучали этике, уважению старших и окружающих. Главное, что теперь у детишек есть стремление творить добро, а значит, шансов на светлое будущее у нас становится еще больше. Салам алейкум, добрый день всем! Мне очень приятно сегодня, такой торжественный день, находиться рядом с вами и видеть вас всех довольных. Отличный повод, чтобы провести мероприятие именно в праздничной атмосфере. Отличившимся детям вручали грамоты и подарки. Немало важно, что наградили и преподавателей, внесших неоценимый вклад в обучение каждого из учеников летних курсов. Хочу выразить благодарность всем тем, кто поддержал, особенно родителям, за их доверие, которое они оказали, и за то, что они подбадривали своих детей. В рамках мероприятия прошло награждение победителей конкурса по книге «Основы мусульманской религии», а также конкурса по книге «Намаз опора религии». Сами дети счастливы, что сумели занять главные призовые места. Не меньшую радость по этому поводу испытывают и их родители. Я считаю, что летние курсы очень важны для воспитания подрастающего поколения. И, ахамдулля, за нашего муфтия, который организовал все возможное и невозможное, чтобы вот так вот дети могли обучаться, получать исламское образование, начиная с мадресе и заканчивая исламскими университетами. На летних курсах я улучшила свое чтение Корана. Я прочитала, мы прочитали еще больше новые книги. Я научилась читать Коран, научилась этике, совершать правильно намаз. Я бы хотела передать огромное спасибо своему алимату. Потом я пошла в Джума-мечеть, привели меня туда мама с папой, и я тоже захотела. Там я узнала много чего очень интересного, чего не знала в прошлых годах. Хожу я второй год. Напомним, что организаторами летних курсов является Муфтиат Республики Дагестан. В течение трех месяцев абсолютно бесплатно занятия проводились во всех мечетях республики. Проект ежегодный, и следующее лето дети вновь смогут прийти на обучение. Авдулла Алиев, Магомед Амаров, Халид Ахмаев, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» уступила одноклубникам из Москвы. Матч второго тура Кубка России прошел на столичной ВТБ-арене. В конце первого тайма дагестанская команда усилиями Абакара Гаджива вышла вперед. Но уже во второй половине игры москвичи дважды поразили ворота гостей. Итог встречи 1-2. Напомним, что в первом туре Кубка страны махачкалинцы обыграли самарские крылья советов. В Махачкале подвели итоги первого в истории чемпионата и первенства Дагестана по прибрежной гребле. В соревнованиях на городском пляже собрали около 50 участников. Приехали они из самых разных уголков республики. От Агульского района и Табасаранского до Ханзавского и Лакского. Всего 13 муниципалитетов. Гребцы состязались с двойками на дистанциях 1 и 2 километра. Данный вид спорта в республике развивают только третий год. В турнирах участвуют представители разных профессий и возрастов. В состязаниях среди женщин первыми стали врач-невролог Тутубава Башанаева и Швея Гульнара Бахмудова. Я пришла ради интереса месяца назад. Мы тренировались на озере Агель и потом в хорошую погоду приехали сюда. На озере в последние дни, когда тренировались с Гульнарой, мы хорошо спелись, так сказать, хорошо впали в экипаж и решили тренироваться вместе. На дистанции 2 километра у мужчин успех праздновали Мурат Абдулаев и Рабиль Салинов. Всего разыграли 4 комплекта наград. Победители будут отстаивать в честь республики на домашнем чемпионате России. Соревнования в октябре пройдут и здесь же, на городском пляже. Полицейские из Бирбаша выиграли региональный чемпионат МВД по мини-футболу. В спор за почетный трофей вступали 8 команд. Они состояли из сотрудников подразделения МВД по Республике Дагестан. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества. Никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему непредсказуемой и эмоциональной. По итогам первенства лучший результат показала команда ОМВД России по городу Избербаш. Серебро у полицейских из Карабанахкенского района. А тройку призеров замкнули представители управления из Махачкалы. Победители и призеров наградили кубками, медалями и дипломами. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей и до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин